Какой поворот, во ваше мнение, опаснее левый или правый? Левый. Ответы на этот вопрос большинство велосипедистов не знает. Викторину для любителей двухколесного транспорта проводят сотрудники ГАИ. Как выяснилось, правила передвижения на велосипеде лучше знают те, у кого есть водительские права. Зачастую очень опасно из-за того, что просто люди не знают каких-то элементарных правил. А по идее, если ты выезжаешь на дорогу, то правила ты обязан знать. Даже будучи пешеходом, все равно нужно знать, как правильно проходить дорогу и тому подобное. Было очень интересно и познавательно даже для меня. Например, я узнала, что если я еду по дороге и захочу остановиться, я должна поднять руку вверх. И это значит, что я останавливаюсь для водителя. С начала года в Самаре велосипедисты попадали в ДТП 11 раз, погибших нет. Особенно непредсказуемо ведут себя на дороге дети. Чтобы познакомить их с правилами дорожного движения, полицейские проводят профилактические беседы в школах. Но вести себя на дороге зачастую не умеют и взрослые. Перестраиваются, не подавая знаков, не спускаются с велосипедов на пешеходном переходе. Человек, который доходится на велосипеде, у него ограничен обзор. При проявлении перед ним, допустим, пешеходов, при провороте машины, тем самым он осуществляет какой-либо маневр, не подавая предварительно знаки и какие-то внимания о том, что он там поворачивает либо разворачивается, тем самым, соответственно, он попадает в ДТП. Будьте внимательны на дорогах Самары. Довольно-таки сложно отреагировать на ваши действия водителю машины, соответственно, у которого скорость намного больше. Безнаказанно пренебрегать правилами движения у велосипедистов не получится. Любители прокатиться с ветерком штрафуют. Любое нарушение обойдется в 800 рублей. А если при этом велосипедист был пьян, в полторы тысячи. С начала года полицейские оштрафовали уже полсотни человек. Если какие-то видео нам присылают с нарушением велосипедиста, мы, соответственно, это публикуем. Ну, хотя бы в качестве публичного полицания, потому что ПДД все-таки написано для всех участников дорожного движения, в том числе и велосипед, который является транспортным средством под соблюдением ПДД, повышает уважение со стороны автомобилистов и велосипедистов. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не стать жертвой ДТП, велосипедистам советуют прочитать правила дорожного движения.